Радио «Вера» представляет Священномученик Зиновий, епископ Игейский, и сестра его Зиновия жили в III веке в Киликии, районе на территории современной Турции. Они воспитывались в христианской семье и, когда выросли, вели благочестивую жизнь. Они роздали имущество, полученное в наследство, неимущим. По преданию, за святую жизнь Зиновий получил дар исцеления болезней. Местная христианская община избрала Зиновий епископом. Когда император-язычник Диоклетиан запретил исповедание христианства, Зиновия схватили одним из первых. Его допрашивал сам правитель Киликии Лисий. «Я буду говорить с тобой кратко. Предлагаю тебе жизнь, если поклонишься нашим богам, и смерть, если не поклонишься», — сказал он. «Жизнь без Христа и есть смерть». Ответил епископ Зиновий. Священномученика Зиновия приговорили к пыткам и казни. Его сестра Зиновия пожелала разделить его участь. «Велите мучить и меня, я тоже христианка», — обратилась она к палачам. Верная и преданная сестра она не оставила брата до последней минуты их земной жизни. На иконах этих святых тоже всегда изображают вместе. Прославляя святых мучеников Зиновия и Зиновию, церковь также чествует их единомыслие. Они были семьей и по крови, и по духу. Они сохранили и пронесли это родство сквозь муки и испытания. Церковь обращается к священномученику Зиновию и мученице Зиновии. Молите Бога о нас. Святые апостолы Тертей, Марк и Иуст были среди 70 учеников Иисуса Христа. Святой Тертей был епископом в области Икания. Именно он записал текст послания апостола Павла к римлянам. Нам известно, что он мученически окончил свою жизнь. Святой апостол Марк проповедовал вместе с апостолами Павлом и Иварнавой. По преданию, даже тень его исцеляла больных. В доме его матери Марии часто находили приют другие ученики Христа. Апостол Иосия или Иуст, что значит праведный, был сыном святого Иосифа Обручника. Он с самого детства был рядом с Христом и стал одним из первых его учеников. После предательства Иуды апостол Петр предложил, чтобы кто-то занял опустевшее место. Из тех, кто дольше всех знал Иисуса Христа и был его учеником, подходили лишь Иуст и Матфей. Жеребий пал на Матфея. Но и Иуст немало потрудился, проповедуя христианство и вдохновляя других примером своей праведной жизни. Церковь чтит труды первых семидесяти учеников Христовых по проповеди Благой Вести. Многие из них стали жертвами гонений за имя Христова и сподобились мученического венца. Сегодня мы просим святых Тертия, Марка и Иуста. Молите Бога о нас. Святой Стефан жил на рубеже XIII и XIV веков. Он получил свое имя в честь деда, первого короля Сербии, и сам правил этой страной 45 лет. При Стефании Милютине Сербия стала заметной силой на политической карте мира. С ней считались Венеция и Византия. Византийский император опасался укрепления северного соседа. Он послал на Сербию армию наемников татар. Войско Стефана Милютина одержало победу над врагом. А сам король дал обет каждый год своего правления строить церковь или монастырь и исполнил обещание. Так он основал Грачанецкий монастырь в Косово, Королевскую церковь в Студенице и другие храмы и обители. Кроме того, король Милютин щедро помогал монастырям и церквям не только в родной Сербии, но и в Византии, в Константинополе, Солониках, на Афоне. Политические разногласия не мешали ему чтить тамошние православные святыни. Стефан Милютин скончался в 1320 году. Он был похоронен в Софии. В то время эти земли находились под управлением Сербии. Мощи святого короля покоятся в одном из самых известных соборов города – Святая Неделя. Раньше он в честь Стефана назывался Светти Краль – Святой Король. Церковь чтит благоверного короля Стефана как защитника православия на сербской земле. Мы просим его. Моли Бога о нас. Протодиакон Матфей Казарин родился в 1886 году в Мордовии в семье псаломщика. Не сохранилось данных о том, как и где он принял диаконский сан. Известно, что в первый раз протодиакон был арестован в 30-м году и приговорен к двум годам лагерей. Второй арест последовал в 37-м. В обвинении значилось, что протодиакон Матфей входил в состав церковно-монархической повстанческой организации. Вел среди населения контрреволюционную агитацию. Возводил клевету на политику партии и советского правительства. Приговор в 8 лет лагерей он отбывал в Карагандинском лагере. В его личном деле имеется характеристика. К работе относится добросовестно. К инструментам отношение бережное. К труду относится хорошо и честно. Но труд этот оказался непосильным. Священно-мученик Матфей Казарин умер в 42-м году в лагерной больнице. К лику святых он причислен в 2000-м году. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20-м веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь просит их. Молите Бога о нас.